и сегодня как я и говорил довольно таки важная тема это сеттеры геттеры и сиквала из qwery qwery builder какая как она здесь оказалось до недавно и начну с просто с объяснения так как мы используем арм да то есть программная программную такую реализацию интерфейса с работой с данными из базы данных то у нас доступны как у обычного класса такие понятия как сеттер и геттер что они имеют что имеется в виду как мы раньше изучали у классов для полей существует два типа объявления просто поле как таковое да то есть с обычным каким-то типом также можно объявить функции и также можно сделать такое понятие как сеттер и геттер давайте сначала мы на классе посмотрим как это все реализуется а потом дальше сделаем то есть наш класс наш класс пускай он будет тест какой-нибудь текст тест не принципиально и вот у него бывают типы полей допустим наш проб 1 которая может содержать значение какое-то а может в принципе его и как бы не содержать о чем чем тебе не так потому что равно вот просто поле надо ну да в общем может быть просто какое-то поле со значением может быть функция допустим fung 1 которая является вот таким вот такой вот записью то есть функции здесь не могут быть анонимными не могут быть стрелочными тогда это есть вот такие вот особенности и в принципе это вся структура класса тут больше ничего не ну есть всякие разные конструкторы и так далее и тому подобное но сейчас немножко не об этом и есть такое понятие как get проб проб 2 пускай будет да которая представляет из себя функцию и которая возвращает какое-то значение и ее пара это set проб проб 2 которая принимает первым параметром value которая приходит вот это так называемые сеттеры и геттеры ну в данном случае геттеры и сеттеры так записано да в чем их особенность заключается в том что они выступают в роли обычного свойства то есть если мы сейчас создадим нашу новую переменную которая будет называться тест и создадим новый экземпляр нашего класса то мы увидим что у нашего тест будет доступно три элемента те которые мы объявили наша проб 1 которая здесь была проб 2 как заметьте что это тоже у нас property то есть это какое-то свойство и функция и отображается здесь как функция вот соответственно так как это свойство обычная да то при если мы будем выводить консуль логку то есть куда-то его будем использовать то в этот момент мы будем использовать геттер данного имени от данного имени если же мы будем ему устанавливать какое-то значение то мы будем использовать сеттер то есть вот такая вот запись по сути это использование этих сеттеров и геттеров и как видите что мы по сути присваиваем значение какой-то переменной а не какой-то функции а по факту язык интерпретирует это как функцию которая которая будет принимать первый параметр с этим значением который туда устанавливается что вообще в принципе зачем нам эти класса нужны классы вообще аккумулируют в себе какую-то часть логики или функционала отдельного от основного проекта отдельно от основного проекта имеется в виду что какая-то повторяемая повторяемость часть логики да допустим у нас есть какой-нибудь сервис по оплате да и он не один и у нас их много но при этом общение с этими сервисами с оплатой происходит приблизительно одинаково всегда то есть создание ссылки получения получения какого-то запроса на подтверждение так далее так вот классами это обычно и делается то есть мы помещаем реализацию логики в него то есть отправку каких-то запросов так далее и тому подобное а с помощью свойств для данного класса мы устанавливаем допустим адрес запроса и передаем какие-то параметры прям вовнутрь класса чтоб тот мог как-то и как-то с этим что-то сделать и классы обычно используются для расширения функциональности под под расширением как мы знаем у нас есть тест 2 которая будет extend extends от теста то есть это расширение то есть расширение самого класса если мы создадим новый экземпляр тест 2 то у нас будет доступна логика из данного из данного класса и также будет доступна логика из класса наследника на или это же не наследника из класса родителя вот соответственно мы можем таким образом создавать класс классы наследники для разных банковских систем там для разных платежных сервисов и в каждом из них будет какая-то своя дополнительная реализация а от нас как от используемых ты вот этот функционал достаточно будет создать необходимый экземпляр и передать ему какие-то дополнительные данные а класс уже будет знать как с ними как с этими данными работать так вот сеттеры геттеры как раз в этом случае используется для того чтобы можно было с помощью свойства как установить какое-то значение чтобы она сразу же отправилась там на сервер подготовленное уже точно также и получить допустим информацию сервера если мы допустим ну создадим поле я тут давайте копию сделаю и назову его отрана за кте он айди то есть у меня будет transaction айди для получения transaction айди для установки так вот в этом случае если я установлю до установлю этот transaction айди и скажу ему что там какой-нибудь ты там тро тата большой буквы неважно т 100 д неважно вот то в этом случае там какая-то логика внутри при сеттере возьмет и сделает запрос на сервер поэтому вылью и у себя внутри класса внутри реализации класса сохранит это значение для того чтобы потом в будущем можно было его использовать а потом узнать информацию по нашему transaction айди мы сможем с помощью с помощью такого же свойства только вывести его допустим консоль или его куда-нибудь присвоить или или отправить клиенту и так далее то есть вот такие вот удобства это то что касается именно классов но чаще кстати вот этот вот механизм и классы с геттерами сеттерами используется в реакте как неожиданно то есть в реакте мы там спойлер на будущее все это функциональные функциональные компоненты будут но там классовые компоненты были ранее сейчас их не рекомендуют использовать но есть там еще хранилище вот и с помощью этих хранилищ и с помощью этих хранилищ мы можем менять состояние компонента и вызывать его перерисовки так далее но об этом чуть дальше попозже так вот знаю вот этот вот принцип сеттеров и геттеров это что они доступны у нас внутри нашего языка несложно догадаться что данный же функционал доступен и для наших моделей то есть если мы сейчас перейдем в любую из наших моделей предположим торт да вот торс этим замечательно замечательная штука так вот повтор с этим а мы можем в базе создать какое-то поле на допустим это будет аддон с сеттинг с этим да и тип у нас будет текст вот такой вот у нас поле интересное а вот этим аддон сеттинг или давайте просто аддон сеттинг мы будем хранить в нем джейсон почему именно я буду хранить его в виде текста по причине того что не все базы данных поддерживают формат хранения как джейсон но вот есть некоторые допустим под грязь поддерживает джейсон мсс кель поддерживает но с оговорками там с очень огромными оговорками майск или тоже вроде как поддерживает но тоже непонятно что там происходит вот и вроде как удобно использовать туда же есть специальный тип джейсон вот он джейсон как для поля и в принципе вы просто отправляете туда джейсон и так далее вы даже потом в этом случае можете и искать не только по конкретному по конкретной колонке вы еще можете искать по конкретному свойству внутри данной колонки то есть сама база данных автоматически преобразует все это в джейсон и пробелиться по ним по его свойствами найдет вам нужный объект но сразу забираю вперед скажу что это немножко неудобно в плане того что там нужно знать заведомо структуру почти каждый раз поэтому обычно в джейсоне я храню только ту информацию по которой я точно искать не буду ну типа общее там какие-то специфические настройки или допустим для платежного сервиса это может быть его личная структура внутренняя допустим return url или redirect url или допустим демо какой-нибудь или еще что-нибудь то есть какие-то дополнительные специфические настройки именно под этот сервис так вот я их храню в тексте потому что так проще ну и соответственно при сохранении такого значения в базу данных я использую джейсон string fly и сохраняю просто его в тексте потом когда мне необходимо я получаю данные данные и преобразовываю их обратно то есть из строки в используя парс соответственно добавляю кучу проверок всяких в этот момент что чтоб строка была не пустая чтобы там то обязательно try catch потому что это джейсон парс он может там что-то не сработает там символ потерялся и все упало вот соответственно я в момент там где это использую я вызываю вот этот преобразование такой кусочек текста и чё там с ним делаем как согласитесь крайне неудобно вы и выглядит и звучит крайне как-то внук как-то вообще не очень так вот зная сам принцип что у нас у классов есть цитры геттеры соответственно секвалась от этого тоже далеко не ушел и для полей он поддерживает цитры геттеры сейчас я открою пример пример да вот он сойдет так вот в этом случае немножко меняется сама иерархия и описание самого поля под этим я имею ввиду что теперь она станет в виде объекта в принципе и до этого можно было так также создавать наши модели то есть для каждого поля указывать его тайп то есть вот такой вот структуру заводить что наша колонка является объектом и внутри внутри этого объекта есть свойство которое указывает на тип данной колонки вот и тут же есть дополнительная информация по типу сеттера и геттера но записывается она немножко не так как в классе тут имеется в виду getter просто вот такая вот функция и она даже работает в объекте без каких-либо дополнительных объявлений для меня вообще-то вообще загадка и сеттер но сеттер записывается точно также в элью и тоже в виде виде функции что из особенностей то есть сеттер геттер у нас есть но как с этим работать у геттера есть специальный то есть в следующий раз когда мы будем обращаться к данной колонке сам сиквелайз не будет возвращать его как кто тип который мы указали а он передаст управление вот этой функции с геттером ну и соответственно мы здесь можем какие-то эти данные подготовить нам необходимо первое это получить текущие текущее значение из колонки у сиквелайз это делается с помощью за и сам то есть почему здесь видите и не анонимная функция здесь именно функция указывается для того чтобы иметь доступ к этому объекту зис то есть к нашему к нашей модели которая здесь объявлена и в этот момент у этой модели у данной текущей записи то есть не у не у всей там не у всей выборки а у конкретного элемента у данной выборки то есть он может быть там один может быть там их 10 и для каждого из них будет будет вызываться этот геттер при обращении конкретному полю так вот здесь get get data value нам возвращает значение из указанной колонки и как вы можете заметить что указывать колонку мы можем любую да то есть все что нам в принципе доступно мы здесь можем с этим работать и вот таким вот образом этим оперировать дальше то есть мы получили данное значение и дальше как обычно то есть ничего здесь сверхъестественно не происходит то есть создаем переменную я обычно создаю переменную result которая у меня будет именно ну потому что мне так более привычный чем undefined основном проще работать а далее мы добавляем нашу обычную классическую структуру с со значениями но перед этим мы еще добавим нашу проверку то есть и в raw value что она существует то есть мы не просто будем сейчас там проверять что-то делать а мы проверяем уже с рабочими с какими-то данными соответственно в трое мы возвращаем в резалт делаем джейсон парс то есть преобразовываем нашу строку в джейсон javascript объект если у нас все успешно то в резалте у нас будет значение в противном случае нам необходимо написать catch в котором мы будем мы опишем ошибку то есть консоль лог или гера тут можно даже сделать что джейсон джейсон даже можно поле указать в принципе с которым мы работаем джейсон фа нити кавычки как обычно много not будет и обязательно выводим содержимое самой ошибки для того чтобы потом в дальнейшем это все анализировать и важным здесь действием является то чтобы установить обратно значение края в 5 точнее для того чтобы в случае если в наше преобразование произошло на какую-то половинку учетом вернулась неожиданно то чтобы мы в случае ошибки точно имели значение ну дальше просто делаем return наш результат вот таким образом так марат для чего мы так делаем что-то не боль что именно с преобразованием джейсон или что конкретно а я что-то послушал я вообще не понял для чего мы добавили поле addon settings можешь объяснить addon setting я просто как ради примера то есть это какие-то дополнительные настройки которые будут храниться у нас в виде джейсона то есть чтобы не создавать огромное количество полей в таблице мы можем сделать одну колонку и в ней в удобном для нас форме в джейсоне хранить какие-то значения на примере платежного сервиса платежный сервис ты можешь описать что вот допустим платежный сервис называется так что там у него еще какие то есть параметры есть точно заведомо известны это логин там и паспорт api key secret key там без разницы какие то и есть всякие дополнительные допустим у некоторых платежных сервисов необходимо указывать провайдера оплаты допустим как у telegram а у некоторых этого не нужно делать то есть он заведомо в в этом api ключе предоставляет они там уже при но по умолчанию то есть ты его менять не можешь для некоторых допустим необходимо указывать этот redirect url то есть то куда он будет перенаправляться в некоторых эта настройка хранится только в их не админ панели и тебе ее настраивать не надо то есть очень много вариативных полей которые могут быть могут не быть соответственно их могу легче всего поместить вот в такую структуру в джейсоне и хранить их там типа так удобнее быстрее и соответственно под каждый из платежных сервисов вот эта информация будет своя дополнительная как потом пользоваться мы поэтому как раз и идем как раз уже описали этот getter то есть когда мы будем обращаться к данному полю то если там будет значение которое было сохранено ранее она будет преобразована обратно в джейсон и строки и соответственно для нас будет поле представлять из себя джаваскрипт объект по которому и по свойствам опять-таки обращаемся тот же самый object кейс для того чтобы пройтись по всем полям доступным и так далее можно еще раз двенадцатую строчку для отстающих двенадцатая строчка тут мы получаем данные из текущего объекта из текущей модели что имеется ввиду что мы специально описали не она свои данные из себя же получаются да то есть в данном случае когда ты будешь обращаться к этому полю то есть получать из него данные то sequela из передаст управление точнее вызови данную функцию а внутри этой функции мы должны подготовить какие-то какой-то результат обратно вот и только так и соответственно так откуда тебя получить данные ты их можешь получить из текущей модели то есть из текущих данных которые сейчас здесь находятся в запросе то есть как как и раньше что типа в description хранится какое-то значение из поля и для того чтобы так получить его есть объект здесь у которого здесь есть объект текущая модель у которого есть свойства get data value и ему необходимо оказать какую конкретно колонку ты хочешь получить то есть вот такие-то типа ров данные скажем так мимо вера возвращают все что есть в don't settings не не конкретно там type или не конкретно там что-то в это значение именно значение объект она именно возвращает значение get data value возвращает значение которое хранилось данной колонке в данной ячейке но в девятой строчке на же вот это все хранится правильному как бы возвращать вот это все и лечу мир не get data value обращается уже работает из модели мы здесь описываем будущую модель defined создает на основании вот это вот описание нашу вот этот объект модели он не хранит вот это вот все это только описание для поля то есть вот этот get data value возвращает именно значение которое хранится в базе данных в этой колонке в этой ячейке в этой колонке для конкретной записи короче по секунду пересмотреть чуде еще раз ну там такого не было это как раз вот эти вот центр и гитары какая сейчас сложно вообще уже еще еще подскажи пожалуйста зачем и класс вообще заводим чему не можем как как в принципе изначально мы сюда в объект создали мы в него можем дописать какие-то методы которые нам нужны классным зачем потому что у сипалайза как у модели есть набор своих собственных инструментов по работе с данными когда ты получаешь выборку допустим ты выбираешь все товары из таблицы good то сама модель каждого вот этого товара который ты получишь поддерживает возможности автоматического сохранения автоматического ну вот это обновление удаления и так далее то есть там очень богатый инструмент вообще тот которым я не я не пользуюсь и я в принципе вам за него не рассказывал но модели такое поддерживают то есть и когда выбираешь данные ты можешь не формировать дополнительные запросы а сделать допустим апдейте сразу именно конкретно вот этой вот записи то есть ты можешь установить значение для колонки допустим description сделать их много допустим у тебя там тысяча товаров и для 200 из них ты установил значение description а потом после установки всех значений этого description ты можешь вызвать метод сохранения у данной модели и она эти все значения автоматически пачкой запустит в базу данных там есть есть такие моменты поэтому мы используем именно вот такую вот структуру которая предлагает нам сам сиквала из он же ее наполняет он знает как где куда черас расставать потому что типы бывают разные не все типы поддерживается базой данных и для того чтобы это все согласовать с джала скриптом нужно использовать именно такую вот такую структуру по-другому никак это типа у него методы в классе уже прописаны мы их просто как бы даже мы используем да а мы их просто как бы если мы их не описали допустим вот этот get для колонки если мы его не написали там есть встроенный get автоматически он тоже самое делает он только он не вот этот все делает делает return вот так текущего значения то есть он получает его и возвращает там вот такая вот заглушка стоит вот этим своим кодом мы по сути берем значение текстовое и преобразуем его в джейсон чтобы мы не каждый каждый раз не делали преобразование у себя когда мы выполняем нашу логику вот вот тебе вариант с товарами то есть ты выбираешь товар и у тебя 1000 товаров и тебя каждый на каждую позицию там допустим нужно проверить какие-то дополнительные его там спецификации да и соответственно для того чтобы каждый раз получать к ним доступ тебе нужно будет написать вот этот вот код для каждой для каждой итерации из вот этой тысячи понял а зачем для каждой итерации ченили для каждого поля разве ну для каждого поля ну имеется ввиду у тебя 1000 товаров вот для тысячу раз тебе нужно написать вот этот код чтобы посмотреть значение данной ну представить это значение данной колонки в виде джейсона колонки уже не строки ну то я так имею ввиду тебя могут быть все такие колонки это не обязательно ты можешь там не хранить конкретно текст как здесь написано ты можешь там хранить все что я буду что у тебя может строка я так пойму это один товар а колонки это там свойства этого товара да ну строка это товара колонки это как раз вот эти вот они колонки по сути это когда каждый раз будешь обращаться к этой колонке из этой тысячи ты должен написать приблизительно такой код чтобы работать именно с этими данными в виде джейсона вот поэтому чтобы такого не делать есть центр и геттеры у самой модели то есть ты этим ты этими геттерами центрами по сути подготавливаешь данные я взял пример именно с джейсоном но по факту если посмотреть пример от секулайзом они предлагают авто конвертацию пароля типа с помощью геттера он декодируется с помощью сеттера он кодируется и соответственно при сеттере для установки данных он кодируется и записывается в базу а при геттере он получил это значение вот как на двенадцатой строчке декодировал его и в ретер не здесь вернул соответственно в базе данных не хранится какие-то ну не хранится пароль в открытом виде а у тебя в коде ты когда обращаешься так к этой колонке у тебя декодированный пароль автоматически тебе не нужно и где искать что там заморачиваться и так далее ну это как раз сеттеры геттеры у классов они как раз оттуда пошли то есть они с помощью сеттеров геттера ну может быть у меня пример сейчас не очень с помощью сеттеров геттера в принципе можно всякие разные вещи делать допустим уведомлять систему о том что кто-то обратился к данной колонке то есть мы нам никто не мешает здесь сейчас шину событий пульнуть инициировать события что типа вот смотри кто-то обращается к этим данным всякое может быть все время забываю спросить над класс этаж все равно как бы описание на основании которого создается объект правильно да не все тут все точно так объект если ты создаешь новый экземпляр класса то ты по сути делаешь реализацию класса точно так же как с интерфейсами есть интерфейсе которые описывают будущую структуру класса а потом на основании данного класса создается объект реализуется объект тут точно также а вам и в явном виде этот объект ходи вызываем при том самом реконструкторе как мы явно его не вызываем нигде мы делаем выборку из базы данных и секвала из для нас их подготавливает не секвала из а вот там где ты ты свои делал для правила то для да с помощью new ты указываешь какой класс ты хочешь создать экземпляр класса ты хочешь создать ну допустим мудрый языков это create в джаваскрипте это нею при том что есть create тоже максимально все запутать в общем если ты тебе нужно создать именно экземпляр класса то тебе необходимо использовать здесь конструкцию new но это не только одно в джаваскрипте не это не только относится к классам с помощью дню ты можешь создать новый экземпляр функции с помощью new ты можешь создать новый экземпляр интерфейса вообще все что в джаваскрипте ты вспомнил ты можешь вызвать для него new и вы установите типа создать новый экземпляр на основании это тут очень сильно запутан очередная не югость да ну то есть джаваскрипте лучше вопл не вникать потому что она он здесь максимально сломан и по то ли вы пытались очень долго прикрутить к чему-то то ли у них не получилось ничего то ли еще будет спасибо вроде понял марат по ходу дошло он для чего аддон сеттинг и что там творится ну я просто как пример мы можем назвать это поле как угодно я просто взял за пример что мы в этом поле будем хранить строку которая в будущем будет представлять себя джейсон и с помощью геттера мы будем автоматически его конвертировать обратной строки в джейсон а с помощью сеттера мы будем делать ситуацию наоборот и ситуация наоборот у максимально простая это у того же зыса мы делаем set data value то есть get data value берет значение set data value устанавливает значение перед перед тем как она запишется в базу вот соответственно любые данные которые будут установлены в данную колонку при допустим при create или при апдейте для них будут вызваны этот центр центр будет в центр этот передан первый параметр со значением которые мы туда установили а здесь мы по сути берем и преобразуем его в строку и записываем это все в колодку у каждого поле взялась будет своя настройка и можно будет гибко и изменять получаю эту настройку в виде джейсона потом через set менять значение ну вкратце да вкратце да но не у каждого поля у некоторых то есть у тех полей которые у которых тебе необходим такой функционал не обязательно джейсон еще раз скажу не обязательно джейсон джейсон я взял как просто как пример это то с чем вы можете столкнуться что в джейсоне хранить проще всего точно так же вы можете хранить его допустим ключ значения через запятую никто вам не мешает то есть с помощью геттера и сеттера вы как-то можете преобразовать данные и вернуть или преобразовать и сохранить в удобной форме именно в колонке в самой базе данных теперь ясно ну там еще там есть примеру сама секвала за но он максимально глупый там они предлагают это так делать с помощью пароля ну типа у пользователя есть есть поле паспорт ну и соответственно чтобы в базе данных оно не хранилось с помощью сеттера его шифруют а с помощью биттер его дешифруют и соответственно в ты когда ты работаешь просто чисто с пользователем ты работаешь в своей логике когда ты сделал выборку ты будешь при получении паспорта не видеть вот этот зашифрованный вариант в принципе ты будешь видеть его дешифрованный устанавливать его дешифрованным то есть миллион получил изменил значение и она автоматически сохранилась в шифрованном виде и так далее то есть ну там пример просто максимально тупой потому что пароль до сервера не должен доходить вообще в открытом виде так так не должно быть он туда должен уже идти чуть ли не не в зашифрованном варианте после этого здесь еще шифроваться и так далее и короче то уже отдельная история просто у них пример максимально плохой у меня это не очень у них еще лучше просто нужно знать что у вас есть возможность подготовить данные перед их получениями перед их установкой как в данном случае допустим джейсона это наши сеттеры и геттеры соответственно когда мы будем делать выборку из нашей из нашей базы данных то в принципе такой же и будет у sequalize есть еще один ряд типов если посмотреть на данные типы там есть так называемый virtual вот этот тип специально сделаны для того чтобы можно было сделать какое-то универсальное поле которого нету в базе данных она там не будет создаваться вот и при этом у вас будет возможность как как-то получать какие-то дефолт на значение допустим комбинации чего-то ну допустим комбинации того же кепшена и дескрипшена то есть выбрать что-то из них да типа образно там всякие разные поля можно комбинировать и и в принципе какую-то логику можно считать что можно сделать и вас может быть состав заказа у которого хранится товар с его количеством и ценой за единицу и вы можете создать виртуальное поле у которого будет геттер который будет это количество умножать на на стоимость за единицу соответственно получать полную стоимость позиции намного удобнее чем пересчитывать у каждый раз вручную зачем лишние действия вот и соответственно с помощью сектора ну не знаю что там можно делать с помощью сектора ну это уже можно придумать на этой основе надо всю эту самую логику с какими-то действиями в базе делать ну не обязательно не всю конечно но и другие твои не база базу данных не надо рассматривать как какой-то инструмент в котором ты что там будешь какими-то там триггерами или еще какую-то фигню делать базу данных всегда нужно рассматривать как просто как хранилище то есть ты там хранишь учёшь перим перемножить это же еще не базу ну вот с помощью геттера ты ты в бадо базы ничего не добираешься вот у тебя две колонки вот наш есть товар вот смотри вот мы ему делаем каунт который будет data types integer мы будем с целыми товарами работать и прайс который будет data types вот вот и у тебя может быть теперь full которая эта колонка да то есть как бы должна быть колонка но она в базу данных не попадает ее там нету вот это твоя виртуальная ты можешь в модели когда ты получишь список товаров ты можешь у каждого товара попросить его full вот а full будет из себя представлять у него будет тип как type как data types virtual то есть что она виртуальная и нужно написать ему getter который будет возвращать значение а по два значения мечт что имею ввиду то есть мы создаем конст каунт которая будет получать this get data value колонки которая здесь каунт которая в в базе данных до выборки каунт вот и то же самое для нашего прайса а возвращать делать уже терни каунт умноженное на прайс соответственно у тебя колонка full которая с помощью которой ты убираешь из своей логики при расчете допустим общей стоимости все продолжим как как это вызывается давайте с другой тогда стороны пойдем сейчас необходимо создать эти все поля давайте нтм ран миг адепт нею и у какие-нибудь без разницы уже по-другому сейчас работать не будет нтм ран не для того чтобы создать эти таблицы сейчас кстати даже посмотрим на наши миграции которые были созданы то есть как видим что у нас есть у гуда в каунт и прайс мы не видим здесь колонки full то есть full не создается то же самое для аддон с этим создается тип текст и никаких тут не с это равнегатеров нету ну и соответственно там дальше информация так вот как это как это используется если у нас там товара давайте создадим заодно этого нам необходимо из наших моделей он спускай будет good 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 create создаем нашу наш товар у которого будет caption caption какой-нибудь тест вот так вот каунт будет 10 прайс будет 100 давать не 108 78 пускай будет так сохраняем он создался или не создался почему а миграция не применилась до миграция не применилась по причине того что внутри нашей модели нету вот сеттингов мы используем здесь конфиг конфиг который находится конфиг джейсоне что ему не нравится а тут тут необходимо указать конфиг джейсоне который должен быть на паз вот это вот конечно уникальность этого инструмента фиг джейсоне конфиг джейсоне конфиг пас по моему сейчас сейчас проверим конфиг фиг 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 конфиг пас так сейчас секундочку я у себя посмотрю как это делается каждый раз как как что-то новое выстреливает просто конфиг а все-все-все там конфиг еще и указать надо конфиг короче свои тут прикол вот это вот нас настройки не было но не работали миграции так что если вы сталкивались с этим тут необходимо указать то опять-таки resolve все то же самое конфиг джейсон что-то не нравится джейсон а ёжики так быстро не получится control z на последнего просим можно сделать на каком последнем ну то что я спрашивал control z и волосы пошли дольше не создадим у меня все равно создать нам необходимо тут на тут нужно настроить его и нужно добавить файлик конфигурации сейчас секундочку то это быстро конфиг gs для того чтобы можно было этим управлять и здесь необходимо конст наш файлик конфиг который будет браться из require да который является нашим конфигом джейсон я мою рисун вот а возвращать отсюда как раз нужно уже преобразованные данные по типу конфиг дб потому что у нас структура немножко поменялось и поэтому он не знает как как с вот этим вот всем совладать он читает на верхнем уровне для него для него это важно чтобы именно здесь было вот и соответственно ему необходимо указать именно джейс для того чтобы он понял что оттуда необходимо экспортировать вот но все еще ему что-то не нравится ему не нравится ему нужен на верхнем уровне сейчас консуль блок наш конфиг чудеса джава скрипта это в том что он все равно будет консоль писать может не указан тип не там все все правильно просто ему необходимо подсказать как это все делается и оно должно быть ком на виде должно быть но виде объекта должно быть то есть она вот так ты должно возвращаться кто подскажет что я тут написал вообще почему она не работает джейсон то и возвращается ты немного перегрелся если это файл джава скрипта как мы из него можем получить данные там у нас только один споречку до модуль экспорт правильно то есть нам необходимо его отсюда экспортировать ратер на здесь никакого нету поэтому она и не работала вот но теперь ему все хорошо можно теперь это лишнее все по убирать добавлены колонки соответственно записи у нас теперь создаются создадим их несколько пускай будет 56 и пускай будет 5 и т.с. 2 вот ну и соответственно как мы теперь будем их получать для того чтобы получить мы используем good find all да то есть и указываем по какому конкретно критерию мы будем искать искать будем все неважно все что у нас там таблицы есть после того как мы получили эти данные они у нас будут переданы нашим в управлении нашему зену из промисов и здесь мы уже будем работать с нашим дата если мы дата выведем ну как обычно консуль блок дата и у которого будет потому что это массив find all до айтем который будет конвертироваться в айтем ту джейсон естественно айтем ту джейсон сохраним и посмотрим сначала на данные которые у нас есть и как видим то есть я сейчас еще раз сохраню у нас тут товаров конечно побольше чем ожидалось но неважно и вот что мы видим что вроде как у нас в базе данных колонки в колонке full нету но при этом в выборке когда мы получаем данный элемент да как как значение он там присутствует и присутствует с автоматическим расчетом то есть соответственно любая здесь обращение к дате допустим как там какому-то конкретному элементу и возьмем оттуда только full то мы получим в принципе тот самый то самое интересное то есть мы можем вывести все фулы то есть после конвертации и получить что вот наш список товаров да с автоматически рассчитанным что нам это дает что после этого мы можем сделать reduce сразу же и сказать что это у нас там правилю айтем который следующий если и идет до айтем и взять и возвращать прав плюс айтем и начальное назначение 0 соответственно сумма всех товаров нашей таблицы составляет 1060 при этом вы видите что мы не мы не занимались вот этом вот суммированием из перемножением этих элементов мы только по факту суммировать и все то даже можно не преобразовывать можно допустим сразу же у айтема здесь спрашивать его full соответственно можно без мапа это делать то есть просто считать вот таким вот образом колдун что жутко ну колдун со жутко это такой рэм работает типа он позволяет тебе создать вот эти виртуальные колонки которые будут под капотом там сами считаться ну не совсем прям под капотом типа не без магии тут неют как это магия здесь ни при чем просто мы описали вот такой вот getter который нам помогает автоматически что там произвести точно так же это виртуальная колонка может работать и на setter то есть но при этом устанавливать значение в какие-либо другие колонки допустим какие-то проверки дела там еще чего-то вообще у sequalize есть даже валидаторы найти на эти поля перед вставкой их в базу то есть если допустим ваш логин должен содержать почтовый ящик то у sequalize есть на этот момент уже валидатор именно почтовых ящиков и вам ничего писать не нужно вам просто его нужно включить и соответственно при любой вставке не пойми чего он будет говорить что ошибка записи что not not valid дата not valid как у нас тогда получается один у нас узкое место будет в производительности если товара у нас допустим много функция нас пусть тоже дофига позиции да и потом ты обратился и обратился еще там 15 человек обратилась в один момент в эту и получается у нас тоже каждый раз по моему я запускает и говорил новый процесс не они они или как это не пешки он висит уже запущенный просто будет увеличена память работу с этими колонками все опять таки вот это вот часть происходит только тогда когда ты обращаешься к этой запись именно к строчке из выборке то есть если ты получил там тысячу обратился к этой к full только и здесь к десятерам из них то соответственно для всех остальных она не вызывается потому что эта функция принцип понять то есть как будут мы мы хотим еще тут как в твоем примере получается нам взять и перемножить количество нам на 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 сумму позицию нас много и одновременно у нас не знаю сто ли там тысячи человек обратились к этой функции кто у нас повесится процессор память или как никто это java script тут event loop и никто не повесится просто будет долго ждать ответа пока отработает event loop то есть если будет очень важно ждать ответа а по факту машина в машине пофиг для работы почему почему я вообще выбрал но джесс вообще как как бы кент почему именно я с него так до сих пор и нет не перейду никуда и скорее всего не перейду никуда по причине того что но джессу нужны минимум решаешь как старый дед да одно ядро 1 гиг оперативы ну в лучшем случае три и все любой проект она джессе работает и ты не увидишь разницы между тем что у тебя там будет сервер за 100000 там чего-нибудь там или у тебя какой-нибудь разбери пой на одно ядро этой разницы не увидишь ну не разница увидишь если разбери пойти на одно ядро то там будет проблема именно самой системы вот ну типа вот тут тоже самый четырех ядерный разбери пай с проектом на но джессе с очень огромной там допустим базой данных и выборкой и кучей пользователей то они просто будут ощущать что сервер стал отвечать медленнее но при этом он будет работать точно так же и на супер-пупер дорогой машине точно также при потому что это java script и event loop у него есть каждая операция происходит в одном потоке но с задержками на выполнение вот поэтому как тут круто то единственное что тут ограничения это в объеме памяти но всегда есть именно гипер ну трейдинги всякие сами потоки и можно разделять задачу на под потоки тогда тебе нужны будут реально ядра процессора также можно у но джесса запускать так называемый парень child процесса который с которым ты можешь обмениваться обычным джела скриптом то есть ты можешь отправлять туда объекты получать объект в принципе без проблем очень удобно и эти child процессы висят вместе с тобой соответственно у них свои свои оттопыренные ограничения если у тебя компьютер ну там процессор с двумя ядрами образно да и 6 его оператива тот ты можешь запустить еще один child и разбить задачу на 2 child будет child будет доступно одно ядро и 3 гига по умолчанию для основного процесса тоже одно ядро и 3 то есть тут масштабируемость просто просто из ниоткуда просто пользуйся да и все в чем что нельзя сказать о других языках там и либо ты это делаешь в на по точности либо ты делаешь это много по точности и если зашло там 100 там или десять тысяч человек на сервера у тебя сервер такой чахленький допустим те же самые там всего лишь 12 ядер то он нифига не вывозит не не мало того что не вы не вывезет он не то чтобы станет медленно отвечать он вообще перестанет отвечать по причине того что он будет дольше переключаться между задачами чем выполнять их это основная проблема других и вот там нужна именно жесткая 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 прослеживание этой масштабируемости потоков максимальных пулов и всего короче там там все сложно таковы веб-сервер это не не делает автоматом типа это модель мульки то в костыле прикручивать если у тебя есть backend который общается с базой данных то ты должен это реализовать на своем бэкэнде без этого никуда но то же самое си шарп тебе нужно на нем реализовывать пул для того чтобы всех остальных либо ставить в очередь то есть на свете либо либо нужно их сразу же отсекать и говорит что типа но ты ловит вот эти вот ошибки постоянно там 504 и так далее что типа сервер недоступен вот это вот как раз оттуда у но джесса такого никогда в жизни не будет он просто тебе дольше будет отвечать на при этом сервер как работал таки работает типа процессы которые там на нем параллельно выполнялись точно также будет продолжать выполняться там никаких конфликтов не бы сейчас такой популярный ну это его и плюс и минус потому что нету нету производительности ты все-таки выполняешь эту задачу на одном ядре так что как бы чем больше задачки медленнее ты их делаешь если взять си шар как backend то там чем больше задач ну там до определенного момента то они выполняются с одинаковой скоростью в отличие от но джесса второй момент что ограниченный объем памяти его вроде как можно больше сделать но я я пока в эту тему не влазь ну его можно сделать больше типа для джава скрипта нету такого понятия как у x86 архитектур что типа доступны только 33 7 его до типа из коробки тут вроде как побольше можно сделать по умолчанию 37 а можно сделать много но я не разбирался с этим я еще не никогда не уперся в это второй момент что нужно понимать что на любой при любой задачи если у вас есть намек на то что у вас память закончится это нужно как-то параллелить по-другому никак потому что память не бесконечная даже если сейчас вы сделали больше не знать что что в будущем вам на этом же проекте не понадобится еще больше вы уже один раз уперлись типа стоит стоит задуматься но и всегда есть всегда есть всякие кубернетис и и балансеры нагрузки и распределение всего и вся короче и так далее там потом на это на случай если у вас очень много всего и очень много запросов и вообще много-много всего но поначалу вы с этим никогда в жизни не столкнетесь потому что проект нужен на это если вы до этого еще очень сильно не доросли в принципе да и когда вы будете работать и у вас будет такая ситуация то там у вас будет вышестоящий который расчехляет это все он знает что делать и в лучшем случае он вам либо подскажет что нужно делать либо либо по рукам надоешь чтоб так не делать разный вариант либо меняйте контору ну скажу так в нашей конторе обе ситуации одновременно если что и все плохо и и менять никто не хочет и так хорошо ладно то не об этом вот для этого не просто по большей части код который здесь написан да вот этого часть в get и по факту вы его можете вынести сюда просто зачем его нагружать однотипными да то есть именно вашу логику зачем нагружать ее однотипными действиями если вы можете свою логику написать прозрачной а модель настроить таким образом чтобы она вам помогала в любой момент чтобы вы не задумывались где там что там и так далее то есть разница особо не будет в плане логики если я напишу его в виде виртуальной колонки или я его напишу здесь просто здесь это станет намного больше то есть мне нужно будет допустим вместо этого писать каунт умножить на item price опять-таки тут я могу что-то с этим сделать он допустим что-то там преобразовать до предположим я сразу могу написать что это типа 0 что если значение там нету то значит это 0 здесь же мне тоже самое нужно добавлять всякие разные проверки то есть для этой колонки и для вот этой вот колонки как думаете через сколько произойдет ошибка в таком коде то есть тут уже скобочек просто мульон еще не начали ничего писать код усложняется все становится на максимально сложно максимально непонятно когда вы разделяете ответственность что вот у вас есть виртуальная колонка которая занимается подготовкой данных это одно и вы работаете уже с правильными типами мы сделали поле type чтобы по сгресс увиделось что у нас virtual тип нет чтобы сиквала из понял что эту колонку не нужно создавать в базе данных это специальный тип такая заглушка если сиквала когда смотрит на расхождение в моделях он проверяет их не типа если это тип виртуал то он с ним ничего не делает так как бы остается программная реализация для этого она существует если я тут напишу любой другой тип то он будет пытаться его создать он создаст такую колонку не понял за virtual virtual это такая такое поле в модели которая не создается в базе данных и все и ты в нем можешь для себя реализовать какую-то логику подготовка этих заново значение перемножил в память точнее не понял его механизм механизма предназначен вообще колонки типа virtual предназначен для того чтобы перенести часть операции на твою на твою логику то есть именно в твою программу которой ты будешь управлять основная эта задача для геттеров как в данном случае перед перемножение до получения суммы точно также можно с помощью сеттера сделать реализацию на установку каких-то значений и так далее на конвертацию чего-то во что-то на преобразование на проверки на какие-то дополнительные логирование и так далее то есть это виртуальная колонка которая позволяет тебе программно реализовать получение данных только ты понял ну вот другого здесь и нету то есть если ты указываешь тип виртуал то он не создается в базе данных и тип виртуал служит для того чтобы ты мог создать свою специальную колонку внутри модели как данном случае что вот она видишь вот это все уберу она у меня уже пугает чтобы ты мог с помощью одного свойства у твоей модели получить какие-то значения уже подготовлены то есть вот для это основная цель колонки виртуал это программная реализация для твоей для твоего удобства для разделения ответственности по факту чтобы ты не на не начудил в нет и я я образно принципе просто говорю чтобы программист не на чудил при расчетах допустим меня была ситуация что я забыл умножать на каунт вот забыл вот и все типа а была бы у меня колонка виртуал который бы я знал что там полная сумма позиции типа я бы даже не заморачивался никогда virtual нужен для того чтобы они об этом нет ли у него какого-то там допустим кэша если сто 500 человек запросил эту операцию он там знают что у него там 1060 на выходе а это ты сам реализуешь для себя ты можешь отдельно сам реализовать не им душу сиколайза там не усиколайза кэша нету он этим не заморачивается и слава богу потому что обычно кэш это что-то очень прям индивидуальное ты должен сам решать что ты хочешь кэшировать если ты будешь полностью базу данных кэшировать у них я умными назовет допустим вот эта вот колонка virtual может связываться допустим с редисом с какой-то виртуальной виртуальной базы данных предполагается что ты допустим получаешь список пользователей а у данного пользователя допустим при получении notification а ты можешь в геттере обратиться в эту виртуальную базу используя текущие айди пользователи посмотреть если для него notification а то есть как бы вроде тебя колонка есть а вроде нету второй момент очень важный что эта колонка как бы описанная вашей модели и в случае если вам нужно будет отказаться допустим от данных в самой базе и перейти на виртуальную составляющую вы очень быстро это сделаете то есть вы дописываете getter setter ставите и виртуальной и все данные с базы теперь не берутся именно для данной колонки соответственно если они не берутся то значит с помощью getter и setter они берутся из какого-то другого виртуального пространства тоже самый кэш лучше эту тему пока не затрагивать ну с виртуальными это то потом намного дальше будет когда мы вообще в принципе дойдем после фронта туда дальше сейчас именно использовать redis и так далее это непонятно зачем типа у нас запросы у нас даже запросов то особо нету к серверу там хранить то впиши и второй момент что в зависимости от проекта если проект маленький то как бы нет необходимости вообще что-то сильно заморачиваться но опять-таки вирту вирту или виртуализировать какие-то данные и notification и опять таки можно вам этого не запрещает то есть создаете внутри своей программы ну не внутри своей программы создаете child процесс и с помощью getter вы будете обращаться то есть вы получаете основную информацию из таблицы да то есть там его кейпша найди и так далее пользователя а с помощью getter и виртуальной колонки вы можете спросить какую-то дополнительную информацию у child процесса или у микросервиса то есть обратиться к другому сервису сервису или серверу и попросить оттуда данные зная основную информацию о клиенте то есть с помощью getter вообще возможности не ограничены только я не помню он может быть симах да он может быть асинхронные ну вообще замечательно может же быть да промис 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 идеально он может быть асинхронным тогда вообще левое дело на что это ему дают типа ждать да то есть три при получении этой информации ты можешь у себя в ходе подождать то есть тебе нужно написать здесь sync но он так работать не будет конечно но все равно попробуем wait то есть мы будем ждать а здесь мы добавим наш асинг что мы будем теперь весь редюсер стал таким да замечательно вообще но напиши немножко по-другому возьмем в консоль и выведем концу блок наш дата нашу позицию этом было 4 пускай будет полки и зная что это асинхронная мы можем сделать какой то есть подождать и исполнение до wait вот это вот всего пожалуйста и асинг вот это вот наша операция будет асинхронная но вернуло и значение а также мы тут можем сделать какой-нибудь таймер 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 давайте с промисами сделаем то есть вернем сделаем ретерн нею промис у у которого будет шаг для наших ошибок и всего подряд и в коде мы сделаем сет тайм аут то есть все будем ждать какое-то время и потом в разов пулять данные по типу сто тысяч пускай будет ждать мы будем 4 пускай будет три секунды то есть данных нету а потом взбы не появились то есть с помощью вот таких вот элементов мы даже в моду с помощью моделей виртуальной колонки можем обращаться к даже к сторонним сервисам при выборке единственное что нужно правильно организовать весь процесс получения вот этих данных потому что нужно ждать каждую колонку то есть нужно что-то будет добавлять что за 10000 ну как написал так получилось хочешь любое число другое напишу давай напишем без проблем типа что напишем ты вернется он она вернулась наш фулсу твоя личная виртуальная колонка если что если что